Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Сегодня мы с вами вступаем в новый месяц, заключительный месяц летнего сезона. Готовимся к традиционным отчетам, которые предваряют каждый календарный период. Продолжаем ждать статистику американского происхождения, поскольку все мы помним, что первая пятница каждого месяца это данные по non-farm payrolls, состоянию американского рынка труда. Вчера и, собственно, всегда мы обращаем на этот релиз очень много внимания, уделяем достаточно времени, поскольку знаем, что именно эта статистика является весьма значимой для оппозиции ФРС по поводу тех изменений, которые происходят в монетарной политике. Может быть, даже сейчас к данным по non-farm payrolls больше внимания, нежели чем всегда, поскольку доллар продолжает находиться на очень скромных значениях, если уж не сказать, на абсолютно провальных для себя уровнях против буквально всех валютных конкурентов. И, учитывая ту фундаментальную картину, которую мы также тянем, скажем так, к основным трендам, основной такой медианной линии, мы понимаем то, что с учетом новостного фона доллар уж точно должен быть дороже текущих значений. И продолжаем ждать вот этого разворотного момента, выискивая поддержку, опять же, для вот этого триггера роста. И ждем, что, возможно, на этой неделе с этой задачей смогут справиться данные по американскому рынку труда. О долларе сегодня я поговорю в контексте рекомендации от всем вам известного банка Bank of America, поскольку они обратили внимание на очень сейчас непростое положение доллара и состояние, которое, в принципе, наблюдается довольно редко на финансовых рынках. В частности, учитывая потери, которые доллар понес в последние месяцы и учитывая те котировки, которые мы наблюдаем сейчас, в таком состоянии доллар был примерно пять раз с 2012 года. Но после этого каждый раз происходил серьезный разворот. Можно предположить то, что в этот раз ситуация повторится. Можно говорить также о том, что мы сейчас являемся свидетелями совершенно других трендов, которые будут, вопреки расхожему мнению, игнорировать фундамент и толкать американца еще ниже. Но позиция фундаменталистов, долгосрочно ориентированных, она остается преданной в отношении этого актива. Моя тоже позиция неизменна. Я верю то, что этот инструмент должен быть дороже текущих значений. Поэтому каждый раз обозначаю вам свою субъективную позицию и обращаю ваше внимание на те новости, которые мы анализируем изо дня в день. Но давайте сперва поговорим про рынок нефти. Клосс первой торговой сессии недели и последней торговой сессии месяца 52.67. Сейчас инструмента находится повыше 52.79. Рост в прошлом месяце стал максимальным с апреля 2016 года. Это бальзам, конечно же, для покупателей. Такая статистика, позволяющая констатировать рекордные показатели за конкретный интервал. За прошлую неделю, с учетом того, что мы росли каждый день, с понедельника по пятницу, рост превысил 8%. Мы помним, что он базировался на итогах встречи в Монитонинговом кабинете в Санкт-Петербурге в рамках контроля за соблюдением обязательства аналитического факта. Эта встреча была инициирована представителями ОПЕК. Результатами этой встречи, вы помните, стало то, что Нингерия может присоединиться к соглашению Саудовской Аравии. Обязательно ограничивайте экспортные поставки до 6,6 в этом месяце. Трейдеров поддержал еще правительственный отчет по Минэнерго США относительно запасов нефти и уровня добычи. Но в то же время хочу сделать акцент еще на интерес котировок нефти, который мы наблюдали вчера. Я думаю, что этот интерес можно связывать не только с резонансом положительного фона, который я озвучил, но и еще с потенциалом введения санкций, которые могут быть наложены на энергетические секторы Венесуэлы со стороны Соединенных Штатов Америки. Это, скажем, такой очередной ответ санкционной агрессии. Штаты, видимо, принципиально для них позиция налагать санкции на все регионы, которые попадают под поле их зрения. Что касается вот этих санкций, здесь сразу нужно копать глубже и пытаться прикинуть, каким последствиям это может привести. Если санкции действительно будут введены, то ограничение экспорта приведет к тому, что на рынке США, между прочим, Венесуэла – это один из основных поставщиков рынка углеводородов, на рынке США может быть обозначено своего рода подобие дефицита предложения. И эта идея еще более актуальна, с учетом того, что у Савуиска Аравия, также поставляющая сырье, обязуется ограничить экспортные поставки. Но поскольку Соединенные Штаты Америки продолжают гнуть свою вот эту санкционную линию, и даже несмотря на довольно-таки очевидные риски, связанные с перебоями поставок, все равно обсуждают эту тему, видимо, наверное, им виднее. В частности, казначейство США обозначило возможности этих санкций. Администрация Дональда Трампа пока эти санкции еще не приняла. Но я предлагаю здесь в плане рассуждения пойти еще дальше. Даже если эти санкции все-таки станут реальностью и создадут какое-то подобие дефицита на внутреннем рынке Соединенных Штатов Америки, нехватку сырья для нефтеперерабатывающих заводов США, как можно будет выкрутиться? Ну, разумеется, посредством удовлетворения внутренних потребностей за счет собственных же сил. То есть мы возвращаемся с вами к идее продолжения сланцевого бума, роста количества терминалов и сохранения высоких показателей нефтедобычи. Если, друзья, это случится, тогда мы будем продолжать с вами говорить про Штаты, может быть, даже с еще большим упорством и с еще большими надеждами на то, что этот регион будет создавать предпосылки и причины для снижения котировок черного золота. Но это, опять же, вопросы и возможности реализации такого новостного фонда на перспективу ближайшего времени уходит. Мы пока должны работать с тем, что поближе к нам, как для фондомиталистов, в плане каких-то событий. Конечно же, рынок нефти сейчас, после того, как высоко забрался, так высоко сейчас и держится выше 50 долларов за баррель. Медведи, которые присутствуют на этом рынке, но слабее быков, они нуждаются в триггерах дополнительных. И поскольку мы начали с вами новый месяц, то можем готовиться сразу к трем отчетам. Это данные администрации энергетической информации, прогнозы по объему добычи. Собственно, еще отчет Международного аналитического агентства и доклад ОПЕК по месячному производству. Я думаю, что все эти доклады, цифры, прогнозы будут пересмотрены с повышения. И, собственно, так же, как и на протяжении всего этого года провоцировали ранее медвежье и давление на котировки, собственно, исключением не будут и текущие релизы. Если вернуться, опять же, на обсуждение Венесуэлы, вчера, варившись в этой академии, рынок упустил результаты опроса Рейхерса по, опять же, оценке уровня добычи и производства нефти в рамках ОПЕКа. Так вот, согласно проведенному опросу, в ближневосточном, скажем, регионе в прошлом месяце было добыто рекордное количество нефти вообще с начала 2017 года. И, опять же, основная причина – это рост добычи в тех регионах, которые не участвуют в сделке. Упор делается на Ливию и Нигерию. Кстати, по этому опросу, если он вас заинтересует, вы можете, в принципе, найти дополнительную информацию в интернете. Там разбито, опять же, по целому ряду регионов, которые не исполняют условия обязательств аналитического факта. Ну, пожалуй, исполняют только Кувейта, наверное, Саудская Аравия и Ангола. Остальные нет. То же самое Ирак, который взял на себя в качестве обязательства снизить добычу на 210 тысяч, на самом деле снизил только на 60 с копейками. И таких регионов очень много. Ну, то есть, в целом, друзья, эта статистика указывает на то, что ОПЕК, пусть и действовал из-за высокопарных побуждений, но, может быть, недооценил истинные потребности тех участников, которые вхожи в него по сохранению прежних уровней добычи. И не оценил, насколько им важно, опять же, получать какой-то доход от реализации тех объемов, которые были для них характерны ранее. Поэтому сделка, как и ранее, не работает и позволяет нам досматривать этот актив с точки зрения продаж. Параллельно ждем с вами еще и статистику по запасам на уровне добычи нефти США. Это данные уже, собственно, заточнее торговой сессии. Рубль 59.92. Видели мы котировки выше 60. И, в принципе, это было абсолютно нормально. Рынки и участники трейдинга отнеслись к этой динамике спокойно, поскольку давно настраивались на то, что рубль будет тестировать еще неоднократно текущее значение на сопротивление 60. И скоро окажется выше. То, что рубль выше 60, тогда, когда котировки брендом держатся выше 52, ну, не мне могу объяснять, что произойдет при этом, если не проводится ниже 50. Мы тогда будем не вовсе говорить о высоких шансах движения пары доллар-рубль выше 63. Доллар японская иена. Ну, в частности, здесь мы фокусируемся на отчетах. Я даже не хочу основываться в фундаменте последних недель, обсуждать с вами ставку, протоколы, риторику представителей ФРС, политические вот эти аспекты, интриги, скандалы, расследования, назначение Мюллера, отставку пресс-секретаря и геополитические риски, связанные вокруг Северной Кореи и очередным пуском баллистических ракет. Это, конечно же, интересный фундамент, но это все прошло. Друзья, нам нужно что-то свежее, скажем. А сейчас чем-то новым должна стать статистика. И не в виде какого-то индекса по состоянию. Довольно весомый индикатор, пожалуй, сильнейший индикатор американского рынка труда – это Non-Farm Fairness, о чем я, в принципе, уже сказал. Но это статистика пятницы. Сегодня у нас есть возможность поработать с тоже довольно сильным релизом. Это 15.30 данные по личным доходам и личным расходам. То есть та самая статистика, которая сигнализирует о состоянии потребительской активности. Доллар сейчас, с учетом котировок, 110.16, только вдуматься вообще в эти цифры, становится страшно, опять же, за дальнейшие перспективы американцев, потому что Доллар продолжает настойчиво игнорировать все фундаментальные сильные отчеты, которые, между тем, приближают американский регулятор к решению по росту процентных ставок и сокращению баланса, собственно, Центрального банка. Мы сегодня ждем личные доходы, личные расходы. Параллели не забываем, потому что у нас даже статистика по ОВП, которая вышла в пятницу, она не до конца еще отыграна, и вовсе даже не отыграна, а рост ОВП, который существенно превзошел оценку за первый квартал. Но разве это не тот релиз, который стоит закладывать в более позитивном, включая, опять же, в стоимости доллара? Считается то, что Non-Farm Parallel сможет стать переломным, опять же, для движения долларов, поскольку, если статистика не разочарует, например, у нас будет прирост по заработным платам в годовом выражении свыше 2,6-2,7%, а количество новых рабочих мест свыше 180 тысяч. Если эта статистика не разочарует, то позволит снова засыпать экономику властям монетарным США комплиментами, обозначить то, что она находится в очень хорошем состоянии, успешно противостоять всем глобальным дискам и угрозам. И ФРС вот в таком ключе может снова просигнализировать о готовности изменить политику и ее ужесточить. Но это в том случае, если мы получим, конечно же, сильные макроэкономические данные. На них мы и настраиваемся и ждем, что вот сейчас, в соответствии еще есть рекомендация Bank of America, которая считает, что доллар сейчас находится в таком перепроданном состоянии, которое, пожалуй, можно охотизовать только как возмутимое. И, как я уже отметил в начале брифинга, такое с долларом случалось нечасто, всего лишь за последние пять лет, пять раз, ну раз в году, после этого происходит разворот. Я надеюсь, что и сейчас у нас не будет исключения, которые впоследствии уже позволят нам говорить, а вы помните, была тогда с долларом такая вот ситуация, а потом она еще более усугубилась. Я думаю, то, что лучше бы сейчас поддержать разворотные моменты и вот эти исторические прецеденты, случившиеся ранее, и говорить о том, что сейчас произойдет нечто подобное. Но нужны тоже катализаторы, так же, как и для рынка нефти. Эти катализаторы на рынке в рамках этой недели, безусловно, есть. Фунт против доллара. В отношении британца мы очень часто говорим про низкие и слабые значения потребительской активности, которые являются следствием роста инфляции. Про инфляцию я сейчас не хочу говорить, хотя уверен, что вы все помните, насколько это насущная проблема сейчас для Англии. Я хочу лишь подтвердить еще факт низких показателей потребительской активности, ситуации, которые складываются на рынке недвижимости. Так вот, вчера был опубликован насчет по количеству одобренных ипотичных кредитов, которые оказались на минимальном уровне практически за год, друзья. И это все отражает как раз снижение потребительской активности и такое предкризисное состояние на рынке недвижимости. И еще одна новость, которая, на мой взгляд, является очень влажной, но рынок пока ее не подхватил и не дисконтировал стоимость британца. То, что въезд, свободный въезд граждан Европейского Союза, по факту уже проведения дальнейших переговоров по Брекзиту, определено, что свободный въезд граждан Европейского Союза, будет ограничен с матрой 2019 года. То есть раньше обсуждалось как? Что удастся договориться, чтобы этот въезд был беспрепятственным. То есть так же, как и сейчас. Судя по всему, камней преткновений и разногласий на самом деле гораздо больше. И про это, друзья, ни в коем случае не забывайте. Мне остается лишь напомнить вам, насколько фунт является волатильным инструментом. Насколько быстро он может растерять весь тот рост, который удалось, к примеру, показать. Вот сейчас мы говорим уже про котировки 1,32. Хотя ожидание, что пара уйдет недалеко, скажем, после отметки 1,30. Но 200 пунктов это, конечно же, уже очень много. Но этот разворот, я думаю, что должен случиться. Потому что тот фундамент, который мы анализируем, он должен стать, опять же, топливом для подобной коррекционной идеи. И вот сегодня у нас еще в 11.00, то есть через час 15, производственная активность в Англии. Далее у нас будет еще активность в строительном секторе и в сфере услуг. А в этот четверг, как вы знаете, супер блок событий по Англии, которые мы еще в конце прошлой недели охарактеризовали как тот самый фундамент, который должен развернуть фунт, поскольку станет ясно, что Банк Англии даже не подумывает о росте процентных ставок. Поэтому, так же, как и для доллара, мы сейчас в ожидании суперкрутого влияния этих релизов на поведение валюты и ожидании, конечно же, отношения фунта, как раньше медвежьи. То есть направлено на то, что этот инструмент будет стоить гораздо меньше. Евро преодолел уровень 1,18. Это максимальное значение, по-моему, даже с конца 2014 года. Мы говорили с вами про то, насколько дорогая валюта является уже негативным таким аспектом для состояния фондовиков, в частности, после роста евро. А вчера евростокс у нас является основной бенчмаркой европейского фондового рынка. Просел до минимального уровня с апреля. Здесь нужно понимать, что каждый 10% просто европейской валюты снижают норму прибыли доход на акцию на 6%. А с начала 2017 года мы с вами выросли уже процентах, наверное, даже на 13, на 14, если даже не на 15. Но надо точнее посмотреть на котировки. Про фондовый рынок я неспроста, друзья, говорю вам каждый раз, поскольку он действительно отчетливо демонстрирует, насколько высокий курс евро сейчас губителен для капитализации многих компаний. Посмотрите, что происходит с DAX, посмотрите, что в целом происходит с европейским фондовым рынком. Может быть, евро вчера подогрела статистика по индексу потребительских цен, потому что базовая инфляция прибавила на целых 1,1% с 1,1% до 1,2%. При этом основной индекс потребительских цен остался на прежнем значении 1,3%. В общем, если мы уже дали себе возможность говорить о потенциальном росте доллара, то рост европейского валюты, который наблюдался в последнее время, был связан со слабостью американцев. Поэтому, если доллару все-таки удастся напомнить о себе в хорошем смысле, то тогда евро ждет такая же затяжная коррекция, как, в принципе, и все другие рисковые инструменты. Австралийство против доллара сегодня у нас на азиатской сессии в центре внимания был, поскольку и ставка, и, собственно, заявление по факту ее публикации. Ставку, как и ожидалось, расставили на прежнем уровне 1,5%. Волатильность оставила желать лучшего, потому что в прошлый раз мы помним, как австралийцы, пролетело больше 100 пунктов сразу. Сейчас движение куда более скромное. Козировки на текущий момент по австралийцу находятся чуть выше отметки 0,80. Отметка 0,80 является психологическим рубежом. Все прекрасно понимают то, что новостной фон, который, в принципе, уже случился, но который еще может продолжить анализироваться рынком в течение всей торговой сессии, может привести к пробою целой ряда либо поддержек, либо сопротивлений. Но в данном случае нам, исходя из последних комментариев резервного банка Австралии, который снова подчеркнул, собственно, негативное влияние для экономики высокого обменного курса, отметил то, что укрепление австралийца является причиной, собственно, сдерживающей рост инфляции и ограничивающей экономическое выставление. Но если так, то сделайте что-нибудь, чтобы курс ослабить. Например, используйте какие-нибудь более острые формулировки и громкие заявления. Ведь всем известен такой термин, как вербальный интервенция. У резервного банка Австралии есть для этого все возможности. Если они не лукают, то пора бы им уже пользоваться этими самыми возможностями, потому что отметка 0,80 является очень крутой. Об этом говорил сам руководитель резервного банка Австралии Филипп Лоу. Поэтому, друзья, если вас интересует интересная долгосрочная сделка, с какого бы уровня вы сейчас не продали, с текущих значений, дожидаясь снова тестерной поддержки 0,80, либо, если даже удастся забраться в страницу повыше, продать с отметки 0,80,50, 0,81, это будет прекрасная сделка, которая принесет очень хороший доход до конца 2017 года. Доллар канадец, котировки у нас 1,2493, а покажем, вот распределение 1,25. В данном случае канадец тоже нуждается в триггерах, но мы нуждаемся в триггерах для канадца, как продавцы, и вполне возможно, что с такой задачей сможет справиться сегодняшний отчет по производственной активности в Канаде, который выйдет в 16.30 по московскому времени. В последнее время, что ни о чем, то сплошной позитив для Канады, всему приходит конец, я думаю, то, что и столь позитивному тренду тоже нужно взять перекур и паузу. Не может канадская экономика из месяца в месяц характеризоваться, опять же, исключительным прогрессом. Поэтому сейчас можно предположить, что данные и ожидания чрезмерны по хорошим цифрам, по производственному сектору. И если все-таки статистика расчарует, и, соответственно, прибавляя к этому потенциал снижения цен на нефть, мы должны получить разворотный импульс, который ожидается очень многими. Канадец крайне перекуплен и тоже нуждается в этом катализаторе, доллар, особенно против канадца, который может быть обозначен на рынке либо в виде сильного доллара, либо в виде снижения, собственно, цены на нефть, либо в виде рочаровывающей канадской статистики, которая поставит на паузу рост ожиданий дальнейшего повышения процентных доставок. Текущее значение 1.25. Для тех, кто любит рисковать, очень заманчиваем, чтобы встать в долгосрочную длинную позицию и рассчитывать на получение хорошего профита. Но я продолжаю, скажем, находиться в обиде на канадца и лично пока торговать этим активом не буду, по крайней мере, до тех пор, пока нефть у нас не объявится, снова ниже 50 долларов за баррель. Друзья, из важных отчетов сегодня мы уже, в принципе, разобрали их все. Производственная активность в Англии вводится 0.0. Дальше ВВП по еврозоне в 12.00 по московскому времени в 15.30. Это блок статистики по штатам, личные доходы, личные расходы. И в 17.00 также статистика будет довольно важная активность в производственном секторе АСМ и индекс разгона тоже по версии АСМ. Для доллара сегодня достаточно катализаторов для роста, но их, в принципе, было и ранее. Предостаточно вопрос, что отреагирует ли доллар, соответствующим образом, на сильные отчеты. Ну, остается рассчитывать, что да, потому что уровень против йены 110, он явно тому располагает, даже исходя и из технических факторов и соображений технического анализа. На этом, собственно, все, друзья. Хорошей вам торговой сессии. Не забывайте оставлять ваши вопросы на канале на YouTube или поиспользованию для этого форум АМАРКЕТС. Спрашивайте все, что вас интересует касательно трейдинга. С удовольствием присоединюсь к обсуждению. При необходимости подключусь, дам ответ, собственно. И, как и всегда, огромное всем спасибо, друзья, за ваши лайки, большие пальцы, которые вы оставите под каждым видеобрифингом нашего канала YouTube. Хорошая торговая сессия еще раз. Как и всегда, прежде всего, контролируйте риски. Это очень важно, особенно на таком волатильном рынке, как сейчас. До завтра.